Ревью Ice 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 — это просто отдельный вид искусства. Спасибо Диме Кристалмею за этот прекрасный контент. Ну а вам, друзья, хочется пожелать оставаться на трансляции. Мы на экваторе дня, у нас смена в составе студии аналитики. Нас ожидают еще игры. Примерно столько же, сколько мы посмотрели и до этого. Не факт, что такие же долгие подлительности, но, я уверен, не менее интересные. Меня зовут Дмитрий Нотвин, Майхаус Крупнов, и я рад приветствовать вас на продолжении трансляции первого дня плей-офф стадии Эпицентра 2019 года, и со мной предстоящую Best of 1 серию для вас будут анализировать Александр Декафобос Кучеря и по-прежнему Кирилл Санлайт Качинский. Да, да, я. Да-да, все верно. Давайте в двух словах буквально. Саш, вот Кирилл анализировал эти игры, поэтому вполне возможно, что он большинство своих мыслей изложил. Как можешь прокомментировать результаты предыдущих встреч? Liquid 2-0 обыграли LGD. Вообще отличнейшим образом для них турнир пока что складывается, даже несмотря на замену. Удивительно то, что они играют тем, чем играли до этого, прям почти один в один. Показали этого Миполя, который, кстати, все ожидали. И, в принципе, сейчас мы часто видим, что многие команды его банят или себе его берут. Вот. В целом, ну, я все еще ожидаю посмотреть игры Liquid на немножко более других героях и стратегиях. А так, в целом, молодцы. Они показывают, что если они играют тем, чем натренировали, не боятся этого берут, они все побеждают. Вот. Потому относительно пока закономерно. Висп от Джаша, Эмбр Спирит от Миракла и вот этот вот Мипаль от В3-3 и Верка пока что выглядят очень сильно. В В3-3, на самом деле, я посмотрел на происходящее с его позицией, вот то, как складывается турнир для команды Liquid, и я поймал себя на мысли, что он должен быть очень сильно мотивирован вообще выступать на этом турнире. Просто, опять же, мы поднимали уже эту тему, за какие команды ему доводилось играть вот последние несколько, ну, некоторое время назад, там, два года примерно, да, он играл. Pain Gaming, Chaos Esports, но все же коллективы немного не того ранга, как команда Digital Chaos, с которой он в свое время занял второе место International. Он сейчас крайне мотивирован, показывает великолепную игру. Против него почему-то не забанили Верку, LGD на первой карте. Он себя великолепно абсолютно показал. На второй карте тоже здорово исполнил. Приятно видеть, что он находится в соответствующей форме. Ну, ладно, друзья, драфты уже на ваших экранах. Хочу напомнить вам, что мы сейчас будем смотреть две Best of 1 серии. Сначала, как вы уже могли понять, встреча команд Fnatic и Forward Gaming. После этого будем смотреть игру между командами Ninjas in Pyjamas и Pain Gaming. Стоит поблагодарить организаторов турнира за то, что команде OG была предоставлена возможность сыграть свою игру завтра. Это направлено на то, чтобы дать Notale чуть больше времени на восстановление. Тем, кто подключился на нашу трансляцию недавно, напомню, что Big Daddy по прилету в Москву немножко приболел. И сейчас он восстанавливается и очень надеется вернуться в плей-офф-стадию турнира для команды OG. Если вы также не смотрели предыдущие наши матчи, напоминаю вам, что от наших партнеров Couch TV на канале Dota2.ruhub подключен специальный хат. Вы можете изучать статистику во время драфтов. Во время игры также вам будет доступна вся внутриигровая статистика и даже чуть больше. Вы можете голосовать за игроков, за того игрока, который вам понравился больше всего. Нажимайте на хлопки, посмотрите на экране трансляции, вы очень легко найдете все, я уверен. И выбирайте игрока, который, по вашему мнению, наиболее полезен в этой Best of 1 серии. А это именно Best of 1, команда, которая проигрывает, покидает турнир. Именно так, именно так. Пока что не самые сильные команды у нас здесь встречаются, но понятно. Команды, которые проиграли форварды, причем выглядели совершенно… Ну, посмотрели их игры, мне, как они играли, совершенно не нравилось. Причем не нравилось не то, что драфты, а скорее использование их. То есть они не использовали их на всю силу. Выглядело это странно, там гуляют по одному. Постоянно, в общем, кто-то из игры выпадает, не имеет геймплея. А те герои, которые имеют геймплей, просто действуют неуверенно. Я смотрел игру, где они с Нагой играли. Это, наверное, был худший перформанс на Наге, который я видел. При том, что там была фри линия, фри фарм. Ну, видно, что, мне кажется, что человек не совсем понимает именно win condition своего персонажа, что ему нужно делать в игре. Ну, в принципе, есть у меня некоторые отзывы о том, что это такой карри-игрок, который немножко АФК в тарелку. Ну, в плане того, что он мало разговаривает. Ну, соответственно, такой карри-игрок не может повести за собой команду и принять правильное решение, как мне кажется. По поводу этой встречи команды Forward Gaming аналитики сошлись во мнении, что вот конкретно на той карте, на которой играла Снага Сирена, форварда взяли очень классный драфт, но просто неправильно, не осознали, как правильно им играть. То есть игра была достаточно затянута, и они могли значительно раньше ее заканчивать в свою пользу. А в свою очередь Virtus.pro продемонстрировали достойное сопротивление. Ну и, конечно же, игроки этой команды, они объективно более высокого уровня, чем их американские соперники, если, опять же, судить по той карте. В World Gaming отыграли групповой этап крайне плохо. Выиграли всего одну карту. Ну, то есть первая их встреча была с командой Vici. Проиграли за счетом 1-2. И потом 0-2 против Virtus.pro эта игра отправила их в нижнюю сетку, там, где мы их видим сейчас. Кирилл, довелось встречи команды Fnatic посмотреть? Нет, Fnatic, к сожалению, нет. Ну, у них на самом деле тоже все не очень радужно было в групповом этапе, но, по крайней мере, они смогли обыграть Payne'ов. Такое себе достижение, да. Но вообще у этого коллектива с своего рода триумфального мажора DreamLeague Season 11, третьего мажора этого DPC сезона, у них такой спад пошел. И вот будь у нас чуть больше времени, если бы не драфты на наших экранах, я бы очень хотел с вами это обсудить. Но давайте уже про персонажей, пожалуй, поговорим. Джакира не частый гость. Spirit Breaker даже сегодня пикали уже неоднократно. А Fnatic, в свою очередь, пока что достаточно традиционно все начинают. Да вот фиг знает. Они взяли вот этого Кентару на первый пик, который, скорее всего, тройка. При том, что Fnatic играет ISSI, который имеет довольно такой интересный, нестандартный пул героев. И почему именно с этого героя открылись, блокируя, скажем так, весь его пул. И при этом не сказать, что Кентавр является универсальным хэрдлайнером. Мне кажется, что просто они подсмотрели. Возможно, у них нету идеи. Они пытаются адаптироваться к мете конкретно на самом непосредственном турнире. Уже не раз, по крайней мере, за сегодня я видел распик Кентавра в первой стадии на дабл пик. То есть это был, опять же, и Кентавр Раст, и Кентавр Шадоу Демон. Причем это делали в Virtus.pro, да, и они делали это вчера в том числе. Ну, это просто хорошая дабл линия, плюс Шадоу Демон способен засекюрить в какой-то степени фарм Кентавру. Ты спокойно стоишь-пулишь, либо можешь всегда за вышку идти, ну и какой Кентавр работает. В Кентавре самом нет ничего страшного. Интересно то, что появляется Джеки Рос в первой стадии вместе с Братрумом. То есть они сразу же раскрывают две четкие свои позиции. То есть это, скорее всего, будет 5-4 соответственно, и Эмбер Спири тут появляется. И этот Эмбер меня радует не с той точки зрения, как он синергирует с тиммейтами, с персонажами, которые уже были взяты, сколько с позиции того, что мы обсуждали. Это не то, чтобы раскрыли мысль до конца, но сошлись во мнении, что команде Forward Gaming стоит чуть больше возможностей предоставлять CCNC по ходу игр. Потому что брать перформансы Ивара на этом турнире, брать перформансы Ивара на прошедшем Бирмингеме, где у Forward вообще плохой результат, 11-12 место, последнее место команда заняла вообще. CCNC, он очень талантливый и одаренный игрок, и, по-моему, ему не дают реализовать свой потенциал, беря ему таких персонажей, как Death Profit, одним словом, пассивных героев достаточно. И вот Эмбер, это не из этой степи персонаж. Поэтому я рад. Мы пока не знаем, идет он мит или нет. Это правда. В этом мы не уверены. Я точно могу сказать, что Эмбер Спирит не считается хорошим героем против Шадоу Демона. Это точно. Ну, это играбельно. Пока что мы видим, что Фнати, кстати, играют именно в линии. То есть их набор героев сейчас говорит о том, что они хотят выиграть линию очень сильно, при этом у форварда пока что достойный отпор, на самом деле. В чем появляется Тинни, интересно, будет ли это... То есть Шадоу Демон пятерка, Тинни четверка, конечно, или поставить Тинни в мид, или Тинни даже на первую позицию. Я просто помню, что Эмпи раньше использовал его именно на первой позиции. Ну, сейчас, по-моему, с новой палкой это слабый герой на первой позиции. На миде еще нормально. Кстати, появляется зомби, который блокирует агрессию на линиях. Интересно, форварды, в принципе, читаю. Так, и теперь получается у нас Джеки Роз или Бык Корр, правильно? Или зомби Корр? Возможно, даже зомби, потому что сегодня я уже видел от Сиклидов. Интересненько. Ну, такое, знаете, грязное набирает World Gaming. Прямо такое грязное-грязное. Такой жир-жир, ТХД. Причем, в чем класс ТХД. Вот спросили, почему ТХД появился. Если вы планируете брать таких героев, как зомби, братрум, это получается слабый тимфайт, слабый урон по объектам. ТХД их компенсирует. То есть Liquid Fire бьет вышки, его скиллы работают на замес. И появляется Медуза, то есть они моментально свитчат с лейнинг-стадией в лейт, потому что понимают, что форварды, скорее всего, теперь, если начнут набирать героев в лейт, они не смогут догнать по этому параметру команду Fnatic. И теперь они по этому параметру проиграют. Соответственно, что нужно делать форвардам? Либо попытаться выиграть в лейте эту Медузу, допустим, пикнув какого-то снайпера, либо попытаться взять еще сильнее лейнинг и ее продавить. Ну, снайперу здесь неприятно играть, потому что уже есть два героя, которые могут быстро до него добираться. Конечно, ты можешь это там запредиктить и как-то попытаться против этого сыграть, но тем не менее, снайпер — герой, который ему нужно и время на раскачку, а здесь как бы шестые ловела, кентавр, побежали, там, блинк на тине, и уже как бы снайперу тяжеловато играть. В целом, снайпер выглядит не так плохо, возможно. Вот Джекирос, кстати, хотел еще добавить. Это то, что, ну, такой приятный момент для форвардов, потому что, если посмотреть на их драфт, у них только Эмбер, помимо двух других героев, не считая Джекира способен как-то впушивать линии, продавливать. При этом всем Джекира — это такая достаточно интересная пятерка в плане функционала. То есть она сильная на линии, но дальше она по игре проседает. И чтобы она не проседала, то есть это одна из немногих пятерок, которая должна фармиться, то есть это пятерка должна быть жадной. С артефактами герой все так же как бы силен, то есть он продолжает быть достаточно полезным по игре, и плюс это герой, который может суицидиться в линии, постоянно их впушивать, там где-то даже суицидиться в вышку с Liquid Fire, там ее постоянно пропушивает. То есть, ну, это приятно. Слушай, ну, по такой логике просто хочу прояснить этот момент. У нас появлялся персонаж, который тоже играет на позиции саппорта. Это Crystal Maiden, и это тоже жадный саппорт. На нее собирали артефакты. Она играла с БКБ и очень здорово себя показывала. Но раз нужны артефакты, почему не сделать персонажа четверкой? В случае с Джекиросом это не решение? Нет. Почему? Потому что есть персонажи на четвертой позиции, которые будут гораздо эффективнее с этими же артефактами, которые могут больше сделать по игре. Интересный выбор, кстати, Лишрака. Теперь мы видим комбинацию Лишрак, Shadow Demon, Shadow Demon, Кентавер. Тени туда может насыпать. И до сих пор, кстати, непонятно, как они поставят линии. То есть, допустим, Кентавер тройка. Это точно. Куда идет Тени, пока не ясно. Лишрак пока непонятно. И Медузу они смогут поставить туда, куда им нужно. Вот, довольно гибкий драфт у Фнатиков получается. При этом они забанили Алхимика. Тот герой, который экономически мог, возможно, помочь форвардам выйти вперед. И теперь форварды стоят на вот этой развилке, которую я сказал до этого. Либо они берут героя, которые контрят Медузу, как это тяжело. Но о Дэвпане снайпера, не знаю, довольно опасно брать, мне кажется. Антимага. Ну, форварды такие, что могут взять антимага. Если они берут антимага, это автолуз. Но они берут Гуля. Подходящий персонаж, как считаете? Нет. Почему? Он подходящий в том плане, что он хорош против... Смотри, он хорош против Лишрака, против Шадоу Демона и против Кентавра. Против этих героев он классный. А Медузу кто будет убивать? Не тот герой. Эмпер тоже не тот герой. Плюс Шадоу Демон сам по себе хороший герой против Гуля. То есть он его контрит ультимейтом. Против Кентавра он и хороший, нет. Во-первых, не так много контроля у ребят из форвард гейминг какого-то супер хорошего. То есть всегда есть опция того, что герои просто могут на стампиде убежать. Да, ну это правда, но стампид как-то не хочется на ванны тратить. Но основная проблема, с какой проблемой они столкнутся? Им надо закончить, они на таймере. А герой, который у них берет объекты, это Джокерос. Джокерос, который скорее всего саппорт. Этого недостаточно. Мне кажется, Медуза отобьется. Я, наверное, процентов 70 считаю, что выйдут лейт. В общем, фнатики и выиграют. Я должна фнатик поставлю. Аналитики единодушны, друзья. Давайте посмотрим, как вы проголосовали в чате нашей трансляции. 72% поверили в коллектив из Юго-Восточной Азии. И, соответственно, 28% поставили на американский коллектив. Напоминаю, друзья, что Эпицентр и информационный партнер турнира «Русфонд» призывают вас помочь людям больным лейкозом. Мы вместе можем спасти чью-то жизнь. Подробности смотрите в описании нашей трансляции. Ну а мы передаем слово нашим комментаторам, которые прокомментируют первую игру этого турнира на вылет специально для вас. Действительно специально и только для вас. Здравствуйте, дамы и господа. Рады приветствовать всех любителей Доты. Действительно, первый матч сегодняшнего дня на выбывание. Фанатики против команды Forward Gaming. Не самая лучшая игру показывали те и другие на протяжении данного турнира. Вот я, например, вчера комментировал с InMate. InMate сказал, что MP бы он вообще поставил на самое последнее место по исполнению. Я бы поставил Ame на самое последнее место. Ну мы с тобой об этом сегодня говорили еще в столовой, потому что ты там тоже о нем высказывался. Ну, понимаешь, на то мы сметяем и работаем на таких матчах, как матчи на вылет, потому что их комментируют самые безжалостные, самые беспощадные, самые брутальные аналитики. Да, в общем, посмотрим, как будет здесь. Интереснейшие пики, но не жадновато ли все у команды Fnatic? Вот в чем вопрос. Не могут ли их задавить здесь просто форварды? Форвардам нечем осаждать базу, если убрать из-за ранения Джакира. Это правда. Эмбер, Найк, Спиртбрейкер, Анда, подходит к Лышке, туда Медуза их закидывает в Змейку, они теряют ману и уходят домой разочарованными. Но Джакира может их спасти за счет Ликвидфайера. Так, ну что, пробежались пока что на топ у нас игроки команды Fnatic. По вижену вижу пока что только внизу один обсервер от них же, а вижена от команды форвард пока что по миникарте не наблюдаю. Сами форварды халдятся, будут бороться, я так понимаю, за верхнюю баунтируну. Прячет Андайенга. Андайенг хочет найти толпу, толпа не хочет найти Андайенга. Сейчас преимущество легкое у форвард гейминг. Они выжидают, чтобы фнатики пришли на замес. И снизу нет ни одного героя. Да, что удивительно. Снизу можно одним героем забрать две баунтируны. Да, ни с одной, ни с другой стороны действительно никого нет. Это довольно странно. Несвойственно, так скажем, в современной доте. Корова пошла. Корова заберет снизу две баунтируны и легко. Сейчас возможно будет три будет для команды форвард. Хотя не факт. У нас тут есть нападение на топе на Плайдая. Плайдай пока что отвлек на себя внимание. МСС заходит на баунтируну. Уклоняется от стана, забирает ее. В это время там Снэйкинг внизу законтролил. Также две баунтируны. А в это время наверху Евар под шумок забрал еще одну. Получается четыре баунтируны для команды форвард. Божественный стан от МП. Вообще идеальное исполнение автоматики. Они сделали все возможное, но, к сожалению, они остались без баунтируны. Бывает. Ну, неплохой такой буст в начале катки для игроков команды форвард гейминг. Ну и давайте смотреть. На топе у нас трипла. Предварительно в миде у нас противостояние Эмбера против Медузы. ССНТ против Абада. Внизу у нас Айс 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 на Кентавре. Против него пока что стоит Снэйкинг на оффлейн в Ратруме. Самое интересное, скорее всего, будет на топе. Тут комбинация есть, в принципе, и у тех, и у других. Одни могут задавить, другие могут кого-то там бурстануть быстренько. Под Дизрапшин от Джапса. Там стан сверху от МП. Я думаю, под Дизрапшин закинуть стан не проблема. Супер неприятная линия для Лещерака, который в очередной раз промазал станом. Не хочется давать стан в Андаингу, у которого большое количество стаков силы. Не хочется давать стан в Найкса, который просто нажимает на Рэйча и начинает отхиливаться за счет пассивки. И единственный герой, которого хочется убить, это Джакира. Но Джакира стоит сзади. Джакира стоит сзади, и это далеко не самый тонкий персонаж, если по-хорошему брать так. В это время там Джапса довольно плотно просадили. В этот раз МП попадает станом и останавливает агрессию от игрока команды форвард гейминга Пайлайт Дайя. Ну и на этом вся агрессия заканчивается. ФБ все еще не сделали. В миде пока что все хорошо у мидеров обеих команд, так что туда, наверное, отвлекаться не стоит. Вряд ли удастся кому-то сделать друг на друге фраг, если только какая-нибудь перетяжка не будет плюс одного. Реген очень много. Медуза очень приятный герой против Эмберспирита. Просто закидывает змейку, лишает его мана, хорошенько антачковывает, сложно ее пробить. И только если Медуза ошибается, у Эмберспирита появляется шанс, либо появляется шанс за счет руны. Здесь, как мы видим, ребята зачем-то пытаются хоросить Найкса, который будет спокойно отхиливаться за счет пассивки. Итог таков, что Шадоу Демона хорошенько пробили, а Найкс продолжает стоять на этой линии и качаться. Его выкидывают, но напомню, что опять же это не самая лучшая цель для фокуса, он просто уходит. И в итоге битый Шадоу Демон, битый Тинни, Найкс очень скоро начнет отхиливаться. А в миде чуть-чуть били СНС. Да, СНС тут немножко занаглел, довольно плотно его просадил Аббет и вынужден тратить последний свой реген. Флазочка была потрачена, здесь на топе продолжает фармить Эмпи, но мы видим, что получше дела обстоят у Эвара. 11 на 0 он имеет, у Эмпи пока что всего лишь 3 на 1. Да, и Лещераку очень неприятно кейситься против Найкса. Найкс стоит, он ничего не боится. Он понимает прекрасно, что на этой линии с топориком и с пассивочком он спокойно забирает абсолютно все крипов. Лещераку нужно напрягаться, потому что помимо Найкса еще помогает добивать крипов и Пайлайдай, и МСС. И как по мне, вот этот Тинни, который стоит сзади АФК, точнее не сзади, а справа, он просто стоит и берет экспул и толком ничего не делает на линии. То есть тот же Пайлайдай, он хотя бы помогает добивать, а Тинни он просто бегает, бегает, занимается своими делами. Но Пайлайдай опять же отвлекает на себя, опять же зомби один из тех персонажей, которого в начале игры ты вообще не хочешь бить, и особенно ему приятно стоять, когда несколько игроков на линии, чтобы по максимуму профитно закидывать дикей свой. Ну и у Ивара здесь пока что все хорошо, никак не удается его напрячь, продолжает фармить как ни в себя. Вторые левела получают игроки обеих команд. Внизу, я думаю, тоже не самое интересное противостояние, там Кентавр против Братрума, там битва двух жирнющих персонажей, вряд ли там удастся друг друга забрать, если, конечно, как-то Братрум там не занаглеет. Появился шанс у Шаду Демона или Широка. Пока Андайенк отводит крипчиков, Тинни подходит, пытается что-либо забрать, но Андайенк его отлично мнет по лицу. На Экс, в принципе, может стать один против двоих за счет того, что он всегда уйдет, и поэтому у Джакира появляется возможность пробить Тинни, и Тинни хорошенько пробивает. Тинни выкидывает Андайенка, но Андайенка слишком много хп, и он идет на передовую, и ничего не боится, но вообще бояться надо. Вообще сейчас может погибнуть, да, может погибнуть, буквально еще пару ударов. Хороший Сол Рип залетает от Пайладая, очень много крипов было, за счет этого захилился, но было очень опасно. Мог и отдать первую кровь. Так, тем временем, четвертая минута матча, наверху там прокнула руна Инвиза, но ее подконтролил там ИДжей, который переместился, ССНС не успел. У ССНС все еще... А, у него есть Ботл, да, зарядить ему было бы неплохо его прямо сейчас, а вот теперь не получится этого сделать. Братрума, видимо, возвращается обратно на линию, два Брейсера уже имеются. Ну а Айс, Айс, Айс тут тоже на фрифарме, по сути, кольцо регенерации есть. Третий лейд прокачал себе уже в троечку, проблем тоже быть не должно, никаких. Мари, сейчас Гузмейка, оп, Гузмейка, оп, хорошо, но ССНС неплохо. За его отдел все фистами. Да, хорошо, что здесь действует. Ну и пока особо ничего интересного не происходит, мы видим, что выжили с линии ПЛАДА, отправляют его на базу, но мы понимаем, что он вернется довольно скоро обратно за счет ТП. Евар, самое главное для команды форвард, продолжает здесь фармить. Мы ждем ошибки сверху, то есть рано или поздно кто-то должен ошибиться, они не могут как роботы стоять здесь до бесконечности. Сейчас под баунти руны, да, возможно будет драка, заходит Евар, прожимает рейдж сразу же, пошел, пошла задулочка у нас от МСС, хорошо, Евара пытается забрать, а ПЛАДА уже возвращается обратно, МП на развороте, можно зафокусить, МП живет, хорошо, ПЛАДА спрятали, он возвращается обратно, никто не бьет у нас ПЛАДА, его просто игнорирует, Диджи просто в наглую делает апаут и хватает урона, Евар зарабатывает первую кровь, Диджи погибает. Вот она та самая ошибочка, роковая Тинни, делает ТП в окружении трех героев, да еще и имея мало брони, это риск, это огромнейший риск, и в итоге Тинни накормил данную линию. Сразу скажу, что на этой линии дела будут только ухудшаться, потому что как только Найкс... Это сейчас скорее всего будет фраг, потому что очень тонкий лишь раг, хотя стомпит вовремя получил 6-й левел. Они отдали кулдаун, они отдали кулдаун Кентаура, спасли как бы своих героев, но теперь кулдауна нет, и фишка в том, что у Найкса там много мана ему не надо для счастья. То же самое касается и Джакира, и Андайинга. По итогу на месте Фнатикс этой линии уже можно уходить, потому что Найксу они не мешают. Найкс там прекрасно стоит, Найкс третий по Нетворцу. Он обгоняет любого керри Фнатик. У Лешрака дела идут очень плохо, и если Фнатики будут так и дальше продолжать, то Найкс просто выформит, а Лешрак будет бедным. Ну, я не знаю, Лешрак вообще непонятно, на что здесь рассчитывает. Если посмотреть на Нетворц НП, у него 1700, и он не особо-то и растет. Найкс только будет разгоняться. Возможно, даже в этой игре сейчас возьмет себе какой-нибудь Мидасик, как обычно многие любят брать. Пайлайдай закидывали по Тауэр. Заберут ли его? Вот в чем вопрос Пайлайдай. Дикей успевает закинуть. Имеется Сол Рип, себя захиливает. Пока что живет. Очень больно. Прожал стики. Хорошо. Вроде бы выживает. Пайлайдай тамбу еще ставит напоследок. В итоге Тосом забирает его Диджей, но на развороте в Диджея уже вгрызаются. Очень много замедлений здесь, и вряд ли Тинь удастся убежать. Тинь погибает, отправляет в таверну. Нужно отступать также МП, нужно уходить и Джабсу. В общем, размен идеальнейший для фойвардгеймера. Мало того, что они забрали Тинь, так они еще и хорошенько пробили Лешрака что-то делал. Лешрак битый. У Лешрака очень мало ресурсов. Ему нужно будет обязательно выпить цветыню, но, по-моему, там уже кто-то выпил ее, а, соответственно, нету Регина от слова совсем. И, опять же, повторюсь, что если они дальше будут так стоять и продолжают Найксу, то Найксу поровну. У него топорик там, допустим, поезы и пассивка. Что нужно сделать Лешраком, чтобы Найкс не смог добить? Да ничего. Полный контроль крипов на линии у Найкса, и при этом Лешрак все время на грани смерти. В миде есть разгон на бота. ССНС очень битый. Выходит Диджи, хороший тос. Дабл дэмэдж активируется с ботла. ССНС убегает. Вроде бы живет. Фистами заивейдил Змейку, но не заивейдил Полена, которая от тени залетела. А в это время Аббада врывается неплохо Снейкинг. Еще один удар. И забирают Аббада. Отличный фраг. Закинули Снейкинга по Тавер, но он очень плотный. Да, должен выживать здесь. Два брейсера все-таки жира достаточно. Не так-то просто пробить. А в это время на топе нападение на Эмпи. Эмпи. Очень больно ему. Эмпи пока что живет. Два стика всего лишь имеется. Он их прожимает. Есть Айспас на ход. И в итоге... Ну, в общем, то, о чем я говорил. Да, минус Лешрак. Ладно, раз они хотят кормить на Эмпи, то он здоровья. Я ничего против этого не имею. Пусть форварды набирают преимущество. Я думаю, форварды тоже. На сложный линии, как мы видим, Спиртбрейкер поставил против Кентавра. Теперь он оказывает солидное давление и в миде, и сверху. И самое приятное, то, что Лешрак тонкий. Да и Медуза пока тонковата. То есть и один, и второй герой очень легко умирает от чарджа Спиртбрейкера. Поэтому Андайнга оставляем на сложный. Пусть он стоит, чилит, получает эксп, а Спиртбрейкер начинает бегать между центральной и верхней линией. Да, я только хотел сказать, что рано или поздно Снэйкинг начнет перемещаться по карте, и тогда проблемы будут у нас у команды Фнати, потому что жития не будет у них спокойного. Кстати, вот здесь, возможно, Снэйкинга сейчас за наглость-то и накажут. Есть Айспас, кстати, неплохой. По-троим аж попадает. Там в Инвизе находится Айс Айс Айс, который прилетел. Снэйкинг, главное теперь Найксу выжить. Найкса достанели и нужно продолжить. Не самая лучшая цель. Там Рэйдж все-таки и Евар просто прожимает. Ну, с другой стороны, зачем он тогда вообще начал Найкса? В общем, пока полный провал, из-за того, что видно. Куча героев сверху. Потратили кучу ресурсов, не убили Найкса. Ой, опасно. Чуть не забашен. Спиртбрейкер продолжает веселиться по карте и врывается в тени. Тени четвертый уровень. У него мало брони. Всего, конечно, всего плюс 3. 17%. Здравствуйте. Кстати, будет до конца, видимо, идти у нас Снэйкинг. Там ультимейт сейчас откатит. Ультимейт откатил у Снэйкинга. Можно давать тычку. Еще одно отличный фраг. Но теперь нужно уходить отсюда. Сюда, потому что перетянулся у нас джаб. Сюда перетянулся обет. Ну, а Снэйкинг говорит, до свидания. Машет ручка в это время на топе драка. Кстати, на Айс-Айс-Айс нападение хорошее. Айс-Айс-Айс очень больно. Айс-Айс-Айс погибает. Ой-ой-ой, как неприятно. Айс-Айс-Айс второй нетворс в команде в своей имеет. За нее довольно много дали. Пока мы смотрим на то, что делает Фнатика, это реально борьба вот тех, у кого есть дипесячки, против тех, у кого их нет. Просто смотришь за действиями одних и других игроков, понимаешь, что форварды все делают круто. Они быстренько перетягиваются, пытаются убить тех, кого могут. И они стараются. А вот Фнатики какую-то елодоту показывают. То есть они пытаются где-то сделать фраг, где это вообще почти невозможно. И пока их просто без шансов. Там под баунтируны сейчас подставляется диджей. Будет борьба. Ну и будет драка, потому что стоит там ба. Стан неплохой залетает от МП. Въезжает у нас в стройку с Нейкинг и ставится пауза. Тактическая. Да, лагает, говорят. Там АБЭТ крадется. Там, тем временем, я так понимаю, две законтролили баунтируны сверху игроки команды форвард должны были. И вот сейчас за нижние должна быть борьба также от них здесь с командой Фнатик. Аббот подтягивается. У Аббота есть, конечно... А, нет, у него не стану. Надо Эмберу сделать ТП. Да, у Эмбера есть ремнанты. У Эмбер фуловый. Эмбер здесь может много чего нарезать. Здесь будет много битов героев. И у него хорошая позиция. Там вышечка стоит, легко делает ТП, забирает. И лишь очка. И шаду демона. Пока впитывает спидбрейкер андэнг. Да, пауза сейчас должна отжаться, по идее. Да, Гоу спрашивает Джабс. Ну а по идее должна... Если одна команда пишет, что Гоу Рэди, другая должна отжать. Правильно? Если они так же готовы. Ну, по логике вещей. Так, ну что. Пошел у нас ультимейт. Очень больно. Диджи, башки прокают. Пайлайдай пытается убежать отсюда. Есть хороший айспас. Тамба падает. В итоге зарабатывает денежек там Абуд, по-моему, себе в копилочку. Ну и обошлось без жертв. Попутно руну регенерации подконтролил МСС. И еще одна баунти руна лежит на территории команды форвард. Должно по идее 3 достаться им. Но они берут. Она настаивается. Ну, видимо, да. Может быть, оставляют для Эмберспирита. Да, CCNC в это время подфармливают в миде. У него все хорошо. Летит, мы видим, что на нижнюю линию на Т1. Да, как раз за рункой идет. Должен сейчас подконтролить, по идее. Или же нет? Нет? Ну, как-то попозже взять, ладно. Так, Снэйкинг внизу врывается в Эмпи. Как же больно здесь залетает по Эмпи. Но это лишь рак. Мы не раз говорили, что это довольно тонкий персонаж. И вот мы видим, что буквально врыва Снэйкинга и фистов от них хватает, чтобы больше, чем на 2 трети его пробить. В это время драка продолжается. ССС сюда перетянулся. Байладай в ультимейте стоит. Прячется Джабс. Хотят его на Т1. Джабс горит. И Джабса заберут. Джабс погибает. Отправляется в таверну. Остается только один кентавр. И ССС в это время отпевается ботлом. Еще один чардж от Снэйкинга. И можно подцепить еще Айсайсайса. Айсайсайсайс. Незерстрайк. Пошла тамба. Еще одни фисты. Даблкил от ССС. Отлично сыграно. Диджи уже поздно прилетел. И можно только отступать. Айсайсайсайс прямо на чилле. То есть на его глазах убили одного героя. Потом убили второго героя. Стоит перед ним два героя противника. И было очевидно, что спиртбрекер скорее всего вернется в замес. Ну, такое. 5К преимущество. Легкое. 9-1. То есть форварды реально очень хорошо играют. Они просто бегают сейчас и делают фраги. Они пользуются тем, что Эмбер Спирита сложно поймать. Здесь реально ловить кем можно. Кентавром, у которого нет блинка. И Тинни. Который вообще без эксплуки. У него 1600 нетерсы. Да и раскаст у них слабоватый. Им очень сложно убить Эмбер Спирита быстро. Поэтому Эмбер бегает и творит вещи. Да, но вспоминая слова Митяя вчерашние, что у МК действительно какие-то проблемы с нимплеем. Очень странно он отыгрывает. Здесь согласен. Так, ладно. 5000 преимущества все еще за командой форвард. Продолжает фармить Евар. Медасик работает. Будет играть боевого лайстилера. Мы видим, дальше будет Армлет. Убить его почти нереально данным пиком. Он просто будет стоять. Сложно ему помешать этими героями. Он будет продолжать выфармливать лес, пушить линию. Выфармливать лес, пушить линию. И его команда может спокойно сосредоточиться на том, чтобы гонять либо Медусу в лесу со стаками, либо сбирать вышки. Вот они пока снизу. Там Аббот, конечно, продолжает подфармливать, но одной Медузы недостаточно, чтобы убивать всю команду форвард гейминг. Нужен еще какой-то плюс один. А здесь его нет куда взять. Нетворсы неутешительные у игроков команды Фнатик. Там внизу драка. Есть нападение у нас, я так понимаю, на Диджея. Да, врывается на него Снэйкинг. Есть Тосс. Диджи убегает. Здесь Джабс на развороте. Нападение. Удастся ли забрать ССС. Нет, с Таном не попадают. И ССС выживает. Он теперь знает, что здесь остается Шадо Демом. Прекрасно понимает, что сверху помощи не будет, потому что некоторые герои телепортировались вниз. Айс 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 сверху один. Он начинает бить Найкс. Он прожимает ультимейт. И это хорошо для форвардов. Они выбили ценный кулдал. Так, это еще не конец. Там Снэйкинг бежит. Там Снэйкинг бежит, набегает. Не успел затаймить Айс Айс Айс. Есть Незерстрайк. И Айс 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 должен погибать, да. Это первый минус. Драка продолжается. Сюда выходит МСС. Начинает вгрызаться в Абада. Абад прожимает Шрайн. Хорошо на развороте дерется. Пока что Снэйкинг танкует. Диджей врывается. Снэйкинга тосует. Снэйкинг может погибнуть. Хорошая макропира. Из нее сразу же выбегают игроки команды Фнатик. В итоге Джабса должны забрать. Джабс буквально на один удар. Какое-то время пожил. В это время вгрызается в Абада. Абада нужно спасать. Абад погибает. Это еще один минус от команды Форвард. Но что происходит с командой Фнатик я совершенно не понимаю. Казалось бы. Драка на Шрайне. Ну априори должна быть выиграна команда, чьей это Шрайн. Но в итоге Драку-то проигрывают. Да. Да, так бывает. И вот уже 7000 перефарма. Это уже очень много. 14-ая минута. И сейчас начнут падать товара. Как ты говорил, из пушащих персонажей только, наверное, один МСС на Джакира. Но его тут хватит. Ну да, в принципе, вот как раз Ликвидфайра. Будет хватать для того, чтобы он отпушил с безопасного расстояния. Если он особенно возьмет талант на 10-ом уроне на Атак Ренч. Но пока у Форвард Гейминг настолько большое преимущество, что они, в принципе, могут спокойно под вышки забегать и месить Фнатиков. Вопрос лишь, когда выйдет Найкс в замес. Сколько ему еще нужно там? Может быть минут 5? Может быть минут 10? Ну я не знаю. Кажется, Армляд появится уже все. Ему нужно совсем ничего. То есть ему нужно буквально еще одну минуту, чтобы он прыгнул с Фиртбрейкера. И они начали месить. Да, в миде падает в это время Т1. Дабл дэмэдж активируется от CCNC. Привязали еще и Абада здесь. Постой, говорит, Ружане. Мы пока что Тауэр заберем. Есть разгон. Есть разгон. И прямо по линии, я хотел сказать, врывается Снайкинг. Но было бы красиво, если бы он всех задел. Есть Айс Паас. Подцепили здесь у нас сейчас Лишака. Лишак погибает. МП в таверну. Диджей, скорее всего, тоже заберут. Диджей там догорает. Буквально еще один тик. Фистамбер в итоге достает его CCNC. Это еще один фраг в копилку команды форвард. Ну и можно выходить на Т2 такими темпами. В общем, крепко. Супер крепко. На месте Фнатик вообще не имеет смысла драться. И нужно теперь просто терпеть и надеяться на ошибки в форвард гейминг. Как только у Кентавра появится блинг, у них появится хоть какой-то шанс начать драку первыми. Но вот пока у Ассоциации имеется только хут. И ему еще нужно время. Там еще прилично. Там еще прилично. Еще половину стоимости, считай, нужно. А в это время уже будет падать Т2 на центральной линии. Подпушивается также топ у команды Фнатик. И, скорее всего, тавер там тоже заберут у нас форварды без проблем. Там молния уже у CCNC. Он очень наглосык, он стоит между Т2 и Т3. Но он понимает, он понимает, что у него за спиной вся команда, и он может понаглечь. Дело в том, что даже команды не было, просто их реально нереально сложно убить. Нереально. Ну а что ты ему сделаешь? Как ты будешь добиваться без блинга Кентавра, без какого-то хорошей комбинации? То есть на ноге ты его никак не догонишь. Я всегда думаю, почему, когда появляются такие герои, как Эммер Спирит, почему не берется какой-то Леончик, какой-то Шадо Шаман? Вот у нас недавно была игра, там LGD взяли на ласт пик кристалл Мейданку, у которой нужно было хоть как-то ловить Эммер Спирита, и она ему ничего не делала. И вот из игры в игру мы видим Эммера, который летает против команды, у которого почти нет контроля, и делает что хочет. У MP проблемы, он опять ушел уже далеко. Айспас. Сейчас сбивает ТП, да, ну и MP в таверну. О-ой-ой-ой-ой. MP это уже, знаешь, это уже четверка какая-то. То есть вот он... Единственная, наверное, причина, почему не четверка, только потому что у Тини и в Шадо Демона дела еще хуже, чем у него. Еще хуже, да, это правда. Потому что он по фарму уже ниже Джакира. Абад. У Абада могут быть проблемы, на него набегают. Есть врыв Аснейкинга, Абад без маны. Пока же там стонгейза нету, да, действительно. Я не знаю, Даша, тут уже говорит, просто избиение какое-то происходит от команды фарвардов. Ну это избиение, да, то есть фнатики сейчас просто лежат, их пинают ногами, они вообще не сопротивляются, то есть тут нет борьбы. Тут вообще нет какой-то идеи даже, наверное, встать и дать сдачу. Они просто сидят и смотрят, как форварды их пинают ногами. Но в такой момент нужен рефери, который остановит бой. Да, нужно кинуть полотенца. Потому что если так будет продолжаться, игра скоро закончится. Так, вот он, блинкдагер, наконец-то появился для Кентавра. Теперь можно будет хоть как-то инициировать, в это время забирают форварды. Также Т2 на центральной линии перемещаются на верхнюю и также будут забирать там строение. Армлет мы видели, дальше будет у нас у Евара приобретаться Радианс. Кстати, у него уже 2200 на руках, довольно быстрый Радик будет далее после Армлета. Есть смог вылазка, возможно, смог последней надежды сейчас для команды Фнатик. Вот ССНС, можно ворваться на него. Хорошо, неплохо, там половину ХП уже потерял ССНС. Успеет ли уйти? Да, успевает уйти на Реминант. И выживает, прожимает стики, отхилится. Здесь все хорошо. Да, это провал. Даже блинка Кентавра не хватает, чтобы убить Эмир Спирита. Это вот сейчас это был шахмат. То есть у них сейчас должна быть такая минус мораль, потому что они вышли, они потратили все ресурсы. Они совершили хороший ганг главного кора, у которого топ-1 Этерс, они не смогли убить 4 рона. Мне кажется, как раз и не хватило того берста урона, который мог бы Лешрак закинуть вот в это все, потому что он пока что, у него нет элементарного урона, который он может выдать. Вот. Бедный. Да, у него тут пока что все не густо, он себе дофармливает худо-бедно там Юл какой-то, но куда, ни в какие ворота у тебя фармящий Лешрак на 18-й минуте, 8-й левел бегает. Джокер 11-й. Чтоб вы понимали, да, разницу. У тебя Корли Шрак, 8-й, в котором ничего нет, и Джокер. А, да, 5-й, 10-й. Да. Жиза. Так, у нас тут Ассайс пробежался, спалил смок, по-моему, но так и не поняли, с какой стороны ждать у нас форварды атаки. Есть у нас комбинация через Лайфсиллера. Так, я не понял, там в кого-то врыв внизу идет. Но тут, по-моему, нужно бежать самим сейчас внатиком, потому что врывается ССС, Евар тоже здесь. И в итоге забирать сейчас будут еще и Джапсы сверху, это минус 2 должны быть. Опять Ассайса привязали, но тут, конечно, ГГ скорее всего сейчас уже будет. Я бы уже писал, не знаю, честно. Да я писал, наверное, минут 10 тогда. Ну, просто я понимаю, что есть большой фактор минус морали, наверное, для команды. Нет, беру свои слова назад. В B1, наверное, писать, в B1 писать ГГ это плохая идея, потому что всегда есть шанс там как-то на защите своего хайграунда, да? Так они даже не сидят на нем. То есть если бы они реально защищали свой хайграунд и не пытались пушить против Спиритбрейкера и Эмбер Спирита, то, возможно, бы шансы и были, но они сами выходят с базы, они пытаются как-то там воевать 2 в 3, 2 в 4. И против Спиритбрейкера и Эмбера это не работает. Любой герой где-то появляется, просто Спиритбрейкер нажимает чарж, Эмбер Спирит уже влетает на ремнанте, и любой герой погибает. И здесь единственное, что могут делать натики, это пытаться делать вылазки через смокганг. Это единственная опция. Но мы увидели уже одну смок-вылазку, которая не уменьшалась. И не в Эмбера. То есть вот еще есть такой момент, что раз уж они не могут убить Эмбера, то в Эмбера не имеет смысла влетать до тех пор, пока у них не будет хватать бурста. В итоге у Медузы появляется Манта. Не, но Медуза там и имеет, конечно. Какой-никакой Нетворс продолжает фармить, но опять же, Медузы одной недостаточно, повторюсь. У Медузы не было до сих пор Стоунгейза, Стоунгейз появился только сейчас. Ну там Манта ставил, дальше будет Скаде, если, конечно, будет вообще очередной смокг от команды Фнатик. Отправляются они в атаку, но только вот куда и кого здесь ловить? Куда угодно. Эмбер мы уже знаем, что не лучшая цель. Может быть, какой-нибудь Джакиро там, не знаю, ПЛА. Им надо либо сейчас убить кого-то в ближайшие 2-3 минуты и сделать мини-комбэк, либо они могут сдаваться, потому что они вот сейчас вышли. Смокг, что-то побегали, побегали. Четыре героя не фармят, а форвард, гейминг фармят всю карту. Снизу фармит Джакиро, причем там стоит чуть ли не под вышкой. Найкс фармит лес справа. Эмбер Спирит вычищает весь свой лес. Форварды все фармят. Вот если посмотреть вот в лес сейчас, в лесу реально... В лесу форвардов 0 крипов осталось. Вот остался Спиртбрекер. Последнюю нычку зачистить и все. И все вычислили. Да, и очень много вижена в чужом лесу у них стоит. Они прекрасно контролируют передвижение оппонента. Ничего не боятся. Действительно, макро они захватили очень хорошо. В свою пользу. Продолжает фармить, конечно, аббат. Мы видим, что Нетворс его продолжает расти, но пока оставляет так же желать лучшего. В миде уже наглеет потихонечку CCNC. Айс-айс-айс, не стал прыгать. Хотя самое забавное, что CCNC здесь один. У никого вообще рядом нет. То есть все ребята из команды форвард продолжают фармить по всей карте. Ну, фнатики занимают... Ну что, возможно, еще один смог? Я не знаю сколько. Они уже два потратили, по-моему. Ну, еще один попробовать. Ну, просто они бегают пятером. Вот я сейчас вижу, что они бегают пятером. И фармят очень мало. Ничего не делают практически. Я просто показал бы снизу вышку. Тут, на самом деле, до этого времени была Джекера. Теперь подходит Эмберспирит. Тут вообще никого нет. Просто никого тут. Вот, посмотри, лес. Фнатик. Вот на всей этой территории бегает один Эмберспирит. Один. Там вообще никого. Ни фарвард гейминга, ни фнатиков. Там просто ноль героев. Я вспоминаю, знаешь, вот эти свои игры в рейтинге, когда ты попадаешь против хороших там собранных ребят, когда ты понимаешь, что тебе страшно просто сделать лишний шаг, потому что ты не знаешь, откуда ждать атаки. Здесь примерно то же самое. Там наверх был разгон у нас от спиритбрейкера. Был ответный смок от команды форвард прямо сейчас. И сейчас они будут нападать. Ну и Евар, конечно же, сидит в снейкинге. Вот, могут Аббед, например, найти Аббеда. Привязали. Есть врыв. Там имеется вот этот Растонгейс. Аббед. Успеть бы его прожать. Хороший стан подвоем от Кентавра. Вот он может быть шанс. Аббед живет все еще. Погибает только, правда, Джабс. Отправляет его в таверну. СССР очень битый. Убегает отсюда. Незер Страйк. Аббеда сгрызают. Сгрызают также и Тини. Ну и, скорее всего, съедят также Айсайсайса. Это уже минус 4. Никого не потеряли форварды. А комбинация вроде была даже неплохой. Цепляет еще Эмпи. Патроном практически его съедает Евар. Это еще один минус. Уже 21 тысяча преимущества. Знаешь, на что я обратил внимание? Фнатики сделали один фраг за всю игру. Я только сейчас обратил на это внимание. Я даже не помню вообще, где они этот фраг сделали. Это правда. Сейчас было неплохо. Сейчас наконец-то Фнатики что-то сделали в пятером. Но, к сожалению, у форвард гейминг слишком много айтемов. Слишком высокий ловела у героев. 22к перевес на 23 минуте. И здесь форварды просто на две головы выше. Фнатик в исполнении. Но стороны все еще стоят у команды Фнатик. Форварды их не сломали. Расставляется здесь Вижн. Подпушиваются все линии. Не торопятся идти заканчивать форварды прямо сейчас. Диджи потратил байбэк. Ну и может быть Рошана. Для уверенности, знаешь, чтобы укрепить уже свою уверенность. Аегисом и заходить на хайграунд. Ну да, Рошан начинает падать. Я не уверен, что сюда даже пойдут драться Фнатики. Смысла, наверное, никакого нет. Интересно, о чем думают с Фнатики в этот момент? Какой план? Не знаю. О том, как хорошо летом в России, в Москве. Да, о том, какие борщи вкусные. Просто реально вот Фнатики выглядит как команда, которая вообще не имеет план на игру. То есть они просто вот сидят. Ну, смоки они нажимали и пытались, но у них не получилось. И все. Типа дальше идеи мы нажимаем и выходим в смоки. Вот дальше у них... Так, есть чардж. Просто хаотичное перемещение по карте. Как мы видим, форварды им объясняют, что это далеко не так. Они спокойно убивают и одного героя, и второго героя. И единственные герои, которые сохранили рассудок, которые сохранили разум. И которые имеют инстинкт самосохранения. Они сядут на базе и думают, боже мой, когда все и закончится. Когда я пойду поесть борща. Уже наконец. Но самое печальное в том, что у DJ Байбека нет. И прекрасно об этом знают форварды. Начинает падать в это время Т3 на центральной линии. И, конечно, Аббетт пытается как-то, наверное, позащищаться. Прожимается глиф. Но бежит уже комета смерти Снайкинг. Если что, Незерстрайк имеется. Продолжает падать Тавер. Ликвид Файр работает. Потанковать есть кому. Баунти руны появляется с ним временем на 25-й. Никто их не контролит. Вот дальше, если бы был хотя бы один еще герой, кроме Джакира, который бы хорошо осаждал вышки, я думаю, форварды давным бы давно закончили эту игру. Но, к сожалению, мы видим, что осада происходит. На уровне Джакира плюнул. Все стоят сзади. Джакира еще раз плюнул. И очень медленно, очень медленно форварды добивают Фнатик. Только из-за того, что пик ломает здание лучшим образом. Мы об этом говорили еще на стадии пика банов. Когда только начинали, что крайне мало урона по строениям у команды форвард. Это правда. Сильная драка, сильный замес. Они очень сильно перефармливают. Ну, я не знаю. Просто обычно, когда ты смотришь на профессиональной сцене игру, и когда преимущество одной из команд растет примерно на 1000 в минуту, а это сейчас и происходит, то шансов камбэкнуть практически нет. Будем честны, давайте. Поэтому я просто жду, когда эта игра закончится. Потому что тут очень трудный камбэк. Тут нет какой-то Энигмы, нет Магнуса, нет Тайтхантера, который может ворваться в драку под Стоунгейс, Медузы. Клан идеального замеса тоже сложно придумать. Потому что даже если вся команда форвард гейминг попадет под Стоунгейс, то Лешрак не будет магией дамажить. То есть, знаешь, такая еще прохладная синергия, потому что есть Медуза, которая может... Как это называется? Посмотреть в глаза противнику и обратить их в камень. В итоге они получат иммунитет к магии. Или Шрак он думает, а я зачем здесь нужен? То есть, я магический урон, что мне делать? Какого черта? По итогу сам пик, он не суперкрут в плане синергии между героями. Но они сидят, как бы они надеются, они ждут, что может быть форварды в 2019 году будут отдавать такие игры. Но, по-моему, тут отдать вообще игру нереально. Тут нужно слишком много ошибок упустить, чтобы фнатики камбэкнули. И все, что надо делать, это просто бить базу аккуратненько. То есть, можно, конечно же... Камбета въезжает, хорошо, прямо под Т4. Практически в это время Евар занимается тем, что демонтирует строение. Забирает у нас MP. А это Кэрри, это мой друг MP. Это правда. Ну, я опять же вспоминаю Митяя вчера. Я согласен, видимо, с его словами полностью, потому что я до этого просто игр не видел. Я видел итоговую таблицу, но не видел, что исполнял MP. Так, ладно, забираю также еще сверху Джабса. В это время падают бараки на центральной линии. Контроль от Абата, привязал его CCNC. Пытается же хоть что-то сделать диджей, но Евара не остановить. В итоге центральную линию теряет Фнатик. Можно перемещаться наверх, например. Там тоже. Все еще есть Т3, есть бараки, которые скоро упадут. Блинкдагер появляется у Тини. Возможно, сейчас время досать кого-то до фонтана. Как вариант отцовывать. Потому что они все это время их заманивали, чтобы они вышли до фонтана, чтобы ты закинул всю команду. Ловушка, ловушка, Фнатик. Было бы круто, если бы, знаешь, Аганим давал тебе не деревья кидать в область, а героев ты закинул и всю команду закидал под фонтан. Вот это было бы реально круто. Тогда это могло бы сработать. Это, походу, вообще единственный план у Фнатика на игру. Вот они стоят по Т4. Ну, я вот вижу, как они стоят под троном, и все. И заманивают, заманивают. Тини заманивают. Пока им сломают вторую сторону, 32 тысячи уже перефарма за форвардами. Напоминаю, что всего лишь у Фнатиков один фраг в игре. А, может быть, они поставили перед собой челлендж сделать больше одного фрага, как ты его знаешь. Просто заканчивать с одним фрагом игру, да еще при таком исполнении, ну, как-то грустно, я думаю, наверное, так вот покидать турнир, хочется хотя бы оставить в памяти. Давай будем честны, было бы грустно, если бы там ноль фрагов было. Вот это было бы действительно грустно. А, уже не грустно, да? Это знаешь, как гол престижа забить хотя бы один. Да, ну еще один, еще один. Да, ну что, последняя сторона осталась у команды Фнатика. ССС мы видим весело, там, таунт и все дела. Перемещаются вниз форварды и готовы заходить на последнюю сторону. Байбеков что у нас? Есть у нас байбеки почти у всех игроков команды Фнатика, за исключением только Тини. Так что поборются еще. Фнатики поборются. Байбеки имеются, но в это время падают Шрайны. Так, Скади появилась тем временем для Медузы. Но этого опять же недостаточно. Была бы здесь какая-нибудь бабочка, а еще вместо бабочки, вместе с бабочкой, не знаю, что-нибудь еще сверху из артифата. И был бы еще один кором вместо Лишрака. Да, 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 было бы нормально. Тогда было бы неплохо, но его, к сожалению, нет. И Лишрак все еще кором как-то язык его не поворачивается назвать, уж простите меня. Какой-то такой, знаешь, полу-саппорт что ли, полу-роумер какой-то вышел. Так, смог вылазка от команды форвард. Тайс-айс-айс занял позицию стратегическую в лесу, чтобы ворваться там как-то, остановить заход команды форвард на хайграунд. Ну и давайте смотреть. Имп тоже неплохой позиции. Так. В итоге не стали врываться. Ивар просто вылез, говорит, ну ладно, что я, поднимусь на хайграунд, прожму рейдж, половину тавра съем, отступлю. Дождусь, пока рейдж откатит, опять зайду, половину тавра съем и продолжу. И если в натике просто будут стоять и смотреть на это, то в чем их план, в чем их? Сейчас еще в следующий раз подключится Джакира с Ликвидфайром, тавр еще быстрее начнет падать. Так, поймали Абада, CCNC здесь летает. Абад, конечно, плотный уже, его не так-то просто пробить. На хайграунд 2, на хайграунд база. Здравствуйте. Фнатики стоят и смотрят на это. Так. Окей. Еще раз зайдет. Он еще раз зайдет, сейчас рейдж откатится дальше. И упадет вышка, а потом пойдет барак. Так, смогли. Они поняли, они сфальсионировали. Они понимают, они понимают, что надо что-то делать. Надо что-то делать. Так, АССС врывается, неплохо, могут забрать очень быстро у нас на хайграунд. На хайграунд нет, не успевает его забрать, на хайграунд живет. Фистет, CCNC, и как же больно команде Фнатик здесь. Пошли массовые байбеки, сразу же три. Стоунгейс, кстати, неплохой, но урона в него просто никто не наносит. Есть АСС по Абаду, отступают форварды. Никого не потеряли, CCNC на развороте вообще врывается обратно за Абадом. До конца погоня продолжается, забирают джапсы, Абаду тоже заберут. Абад погибает без байбека. И МП туда же в таверну. Эх, господи, что ж ты будешь делать? 40 тысяч, да, почти преимущество будет? Да, 40 тысяч. Легкая. За команды форвард. Я, по-моему, первый раз такое преимущество вообще на профессиональной сцене видел. И это без баунти хандера. Это без баунти хандера. Без алхимика какого-то в команде и так далее. Ну, в общем, супер легкая для форвард гейминг. Ребята мотивированы, ребята играют, ребята довольные. Фнатики... Фнатики... Мы их не видим, я бы с удовольствием посмотрел на них. Ну, вообще, да. Ну, понятное дело, что форварды довольны. Но вот на лицо фнатиков посмотреть не мешало. Мне кажется, лицо фнатиков в этот момент самое интересное зрелище. Потому что, ну, вообще, о чем они там думают, о чем они говорят. Вообще бы интервью я взял в ССС и говорят, ну, что, как тебе? Ну, я бы... Потому что реально борьбы вообще не было. То есть фнатики — это участник энтаф. Фнатики — это крутая команда, которая совсем недавно очень круто выступала. Показывали нереальный уровень игры. И вот сейчас они, не знаю, мне кажется, они там левой ногой играли, левой рукой, там, или кто-то, не знаю, там, свою сестру посадил за компьютером. Потому что играли они, ну, совсем вообще, вот совсем слабо, совсем... Ну, вопросов нет. Мне сложно, мне даже сложно найти, знаешь, вот такие слова, которые не оскорбят эту команду. Поэтому я лучше доверю эту работу нашему аналитику. Хорошо, что ты остановился вовремя. Да, согласен с тобой полностью. Каких-то слов... Вот как раз фнатики на ваших экранах. Трудно какие-то слова подобрать, но игра действительно, ну, мягко говоря, странная. Больше, наверное, нечего здесь добавить. У меня в такой момент только есть одна мысль — кибертуристы. Это вот они сейчас побыли кибертуристами, приехали, в игре на вылет сделали один фраг и готовы ехать домой. Да, печально-печально для них. Но, с другой стороны, поздравляем команду Forward, которые показали, ну, я считаю, хорошую игру. Продолжают борьбу свою на данном турнире. Так что пожелаем им в будущем только удачи. Ну, а с фнатиками мы прощаемся. Увы, как бы это ни было печально. Ну что? Что еще сказать? Мы все, в принципе, сказали. Было с самых первых минут понятно, с чем это будет заканчиваться. Нужно что-то сделать с TPC-системой. То есть нужно сделать что-то, чтобы команды не могли вот так вот выступать на последних турнирах. Нужно что-то, что придаст команда мотивации. Даже если они уже имеют Invite to the International. Потому что смотреть на это, я думаю, неинтересно мне, неинтересно тебе, неинтересно нашим зрителям и, скорее всего, неинтересно нашим аналитикам. Вам слово. Незадолго до эпицентра по доте стартовал чемпионат по Counter-Strike. И я в первой студии аналитики на нем работал в кофте команды Fnatic. И мое счастье, что сейчас мне этого делать не приходится, потому что пришлось бы краснеть за них, за себя и за всю Юго-Восточную Азию. Это, наверное, самый такой беспрецедентный вынос вперед ногами на этом турнире. Не было в целом таких игр у нас. Ну ладно, еще обсудим обязательно у нас, друзья, прямо сейчас интервью с PaiLightEye от Crystal May. Всем привет, к нам присоединился PaiLightEye от команды ForwardGaming после совершенно невероятного победы против команды Fnatic. Привет, спасибо, что пришли сюда. Итак, вы просто стомпили эти парни 46-1. Почему вы это делали? О, это я, кто умер? Я не знаю. Хорошо, тогда я не знаю. Хорошо, что произошло тогда? Я не знаю. Я думаю, что мы были правы, я думаю, что мы были правы, правильно. И, конечно, я не думаю, что они делали много. Они были сидят вокруг, и мы продолжали убивать их. И потом они получили несколько хороших вещей, которые пытались сделать. Но мы живы с 1 HP, и вы просто потеряете 36-1. В общем, в целом, PaiLightEye считает, что они проиграли, потому что ничего особо не делали. Да, в смысле, именно Fnaticи проиграли, потому что ничего особо не делали, а мы набирали киллы и били их, и били их, и, в конце концов, набили. Итак, кто вы ожидаете, чтобы играть в следующий раз? Мы уже не знаем, да? Мы играем в Секрет, я думаю. Да, наверное. Итак, какие возможности? Я имею в виду, это будет тяжелый. Я должен быть уверен, но мы сделаем самое лучшее. Вы знаете, что мы играем в ЛГД, да? ЛГД, да? Мы играем в тяжелую команду. Это все, что я знаю. Это будет тяжелый. Это будет тяжелый. Окей. Против кого бы они не играли, ЛГД или Секрет, PaiLightEye считает, что это будет очень-очень сложно, но они выложатся на все сто процентов. Спасибо большое за приходить. До свидания. Отправимся обратно в студию аналитики. Спасибо капитану команды Forward Gaming и Crystal Mayo за это интервью. Друзья, проясню ситуацию, почему у наших коллег возникли сомнения по поводу того, с кем будет команда Forward Gaming встречаться. Сетки в открытых источниках, они несколько противоречили друг другу, и Ликвипедия в том числе сетку поменялась сегодня буквально с утра. Я тоже думал, что Forward будут играть против Секретов, но это не так. Команду Forward Gaming во втором раунде нижней сетки, этот матч состоится уже не сегодня, будет ожидать китайский коллектив PSG и LGD. Ну, а PaiLightEye в этом интервью все сказал. Fnatic действительно ничего и не делали. Не знаю, что еще можно добавить по поводу их игры. У вас есть что добавить? Конечно, есть. Но если бы они ничего не делали... Мне кажется, это не команда играла просто даже. Это не команда играла. Да? Ну, смотрите. Играли отвратительно. Если бы они ничего не делали, было бы лучше. Это я точно могу сказать. Потому что они просто как бы лезли на этого зомби, на БК, лезли с ними драться. Видели, как бы это было супер глупо. 4 на 5 против настолько сильных героев. Хотя их стратегия заключалась в том, что вы сидите на своей половине и охраняете. Медуза фармит. То есть ваша игра сводится банально к охранник границ. Все. Но тут, скажем так, сделали один фраг на какой-то минуте на пятой. И потом 30 минут не могли сделать одного фрага. В общем, что в этой игре было интересного? Один килл там за 30 минут. Это первое. Второе. Более 40 тысяч проигрыша. И третье, в принципе, мы видели, насколько долго ломают форвард сторону. Даже имеют там 20-300 тысяч преимущества. Ну, прикиньте, если преимущество было 5-6 тысяч. Ну, какое-то адекватное значение. Какое должно было бы быть. Вот. Но его не было, потому что фнатики как бы решили просто бегать и фидить. Бегать, драться в ситуации, где они слабее. Они не играли грамотно. Они не играли в защиту своих объектов. Они просто бегали по одному. Фидили. То есть тпшились по одному. Лезли сами на врага. Вот. И, в принципе, то есть не было никакой здравой идеи в этой игре. То есть что можно было сделать лучше? Ну, например... Все. Например, все. Ну, я говорю именно с точки зрения, допустим, интеллекта. То есть если ваша задача защищать границы, соответственно, хорошо бы иметь героя, который эти границы будет защищать. Потому, допустим, в мид стоило ставить лишь рака, который бы выступал на раннем этапе защитником этих границ. То есть в этом как бы минус. Когда вы берете медузу, которая выйдет там высокого левела с мида, и что она с этим высоким левелом будет делать? Она будет фармить. А к ней будет приходить, ее прессовать, этот высокий левел ей не поможет. Что будет делать лишь шаг с высоким левелом, шмотками? О, у него много возможностей. Он может пойти вверх, вниз. Он может защитить. Он какого-то героя найдет, его сотрет. Он имбиря в меди напряжет гораздо сильнее. Вот. Это, допустим, первое, что можно было делать. А чего стоит строить игру, когда у вас есть тяжелый кор, который будет АФКшить 20-30 минут, а вы играете 4 на 5? Нужно какого-то одного из героев выкачать. Второе, идти там... Ну, втроем драться против зомби. Ну, это тоже, честно говоря, странно выглядит. Опять же, ставьте свою медузу на легкую. Выкачивайте ее там против милишников. Это не проблема. Ее убить не могут. Вверху стойте. Что делать против зомби? Ну, просто крипов воруют. Вот. Обычное, блин, православное воровство крипов. Зачем стоять против него, блин, в лоб? Один стоит там, что-то с гулем мешает, воруют крипов. И вот таким вот, ну, медленным, размеренным стилем игры. Ну, да, вы как бы немного позади. Вы понимаете, что вы как бы слабее. Вы играете именно так. Но, судя по всему, коллектив натиков решил показать, что они как бы бати. Но Биг Баратрум... Лорд Баратрум. Против Лорда Баратрума так не работает. Ну, и помимо этого было очень много косяков личных. То есть, не вовремя помогали, не попадали станами, не комбинили станы. Даже вот в тех моментах, где могли совершить камбэк, небольшой там пару тысяч заработать и так далее, даже этим не воспользовались, ничем не воспользовались, в общем. Кирилл, как считаешь, заслуга форвардов в этой победе, она больше, чем, скажем, анти-заслуга Фнатик? То есть, ну, американский коллектив себя как-то проявил положительно, или это Фнатики сыграли отвратительно? Ну, они... Ну, знаешь, победители не судят, да? То есть, нельзя сказать, что они сыграли плохо. Они сыграли хорошо в этой игре форвардов. Ты посмотри проигравших. Ну, так, вопрос-то в том, что... Не, ну, Кирилл на вопрос просто, да, отвечал. Да, я конкретно на вопрос ответил. Но, в целом, действительно, отвратительно сыграли Фнатик. А тут они больше проиграли себе, да, самим, нежели оппоненту. Хоть мне не нравится так говорить, да, все же ты проигрываешь оппоненту. Но тут это действительно звучит вот именно так. Они могли линии по-другому поставить. Я не знаю, идти, стоять против зомби, троем, это какой-то максимальный суицид. Вообще, вот просто максимальный суицид. Я не могу представить идею хуже просто, что можно из этого было сделать. Можно было все равно поставить по-дефолтному линии. Можно даже... Пускай, ладно, этот лишак пойдет все равно не на мид, а пойдет в легкую линию, да, и будет там стоять, там, с условным, не знаю, даже с тени. Пускай стоит этот шту-демон с кентавром на топе. Ну, немножко вы пожертвуете фармом кентавра. Да, где-то. У вас раскачается медуза, вы где-то за счет ловелов что-то сможете навязать. И здесь они себя загнали в такую ситуацию, в которой они выкатываются без абсолютно уровней с линией. Ну, у вас есть раскачанный кентавр, но что толку, когда там, получается, все три линии себя максимально комфортно чувствовало, и тебе приходится играть из глубокой, скажем так, дыры, вот, в данном случае. Ну, это действительно тяжело. И тут надо какую-то нереальную волю к победе проявить, чего, собственно, не было видно со стороны Fnatic. Там были какие-то потуги небольшие, что-то предпринять, но все эти смоки, они заканчивались ничем, они бежали просто в никуда. Вообще, рад услышать от вас мысли по поводу этой встречи, потому что единственная мысль, которая у меня в голове была, ну, вот, минуты после двенадцатой, наверное, при просмотре этой карты, это вот, что в итоге будет больше, минута, на которой встреча закончится, или нетворс, с которым команда форвард обыграет своих оппонентов. Ну, в итоге оказалось, нетворс, причем там крепко достаточно. ГГ написали, было 38 тысяч преимущества после этих двух заветных букв, еще там несколько фрагов сделали, преимущество доросло до 41. В общем, вынос вперед ногами. И, на самом деле, мы, получается, вплоть до International видим команду Fnatic в последний раз, и вот есть что обсудить и самим игрокам, и вот мне есть что у вас спросить. Команда Liquid, поняв, что у них в какой-то момент игра идет не так, как им хочется, не побоялись вот этого скорого Инта, не побоялись что-то поменять, даже несмотря на то, что место на International себе гарантировано, привели нового игрока, и у них сейчас все прекрасно. Как считаете, следует ли Fnatic поступить по тому же сценарию? У них максимально неудовлетворительный результат? Ну, во-первых, надо понимать внутреннюю кухню как команды, так и региона. Если мы с Team Liquid гораздо ближе знакомы, чем с нынешним составом Fnatic, да, в принципе, и по выступлениям на турнирах, и, в принципе, это европейская команда больше. То есть мы там можем больше, как мне кажется, сказать, то с Fnatic не совсем понятно. То есть единственное, что я могу сказать по этой команде, это Абеда жалко. Остальное абсолютно неважно. Мне кажется, что это талантливый игрок, который, придя вот тоже в какой-то хороший коллектив, допустим, Виха, да, он тоже талантливый игрок, вот сейчас пришел в коллектив, ну и уже какие-то результаты, но они показывают хорошее, да. То есть Абеда действительно просто по-человечески жалко, что он сейчас тухнет в этой команде. Саш, какие мысли? Ну там агент 070 на Кентаури был. Вот такие вот мысли. Да мысли простые, они, судя по всему, просто приехали по фанчику поиграть, отдохнуть, в Москву побидать, поесть борща. Если Сайс говорил, что здесь девочек много. Вот я думаю, это все мысли, и, в принципе, игра это полностью подтверждает. Кибертуристы? Ну да. Это прям кибертуристы 99-го уровня. Я бы сказал бы 100-го, но они все-таки один фраг сделали, потому 99-го. Этот фраг стоил им прекрасного трехзначного числа. Ну ладно, сравнение... Молодцы, молодцы. Да. Сравнение статистик игроков пятой позиции на ваших экранах. Ну, что мы имеем, друзья? Команда Forward Gaming, как я уже упоминал, выходит на коллектив LGT. Команда Fnatic становится первым коллективом, который занимает 13-16 место на эпицентре. И серия получилась очень короткой. Наверное, самая короткая серия из тех, которые мы смотрели. Но вы, тем не менее, все равно голосовали за своего самого полезного игрока в этой встрече. И как вы считаете, кто был самым полезным, ну, по вашему мнению? SSS. Вот я, на самом деле, вот я не ждал, что вы его назовете, но я практически убежден в том, что зрители выбрали его. Кирилл, кто твой самый полезный игрок? Snake King. Нет, все-таки, смотрите, зрители за CCNC проголосовали, и я удивлен, честно. Он хорошо играл. Безусловно, да. Да, приятно видеть. Вот просто я, конечно, не то чтобы... А, четвертый. К четвертой SSS, да. Третий, третий. Я думал, что будет выше. В общем, в целом, вот я рад видеть, что за CCNC проголосовали. Он действительно классно отыграл. Это просто, ну, подтверждение моей мысли о том, что ему надо давать какое-то пространство для креатива. Потому что он из таких игроков, которые способны привнести, мне кажется, пользу, особенно такой команде, как Forward Gaming, которая все еще ищет себя. Ну, они могут быть лидерами своего коллектива, грубо говоря, вести за собой игру. Да, мы уже поняли, что ты лютый глор. Да, ничего подобного вообще не так. Кирилл Санлайв Качинский покинет нашу студию аналитики отнюдь не потому, что меня сейчас обвинил в глорстве. Ну да ладно. Друзья, у нас впереди еще одна Best of 1 серия. Это будет встреча между командами Ninjas in Pyjamas и Pain Gaming. Сейчас уйдем на небольшую рекламную паузу. Пока что вы можете зайти на сайт dota2.ru.gg. Это форум, на котором вы сможете обсудить увиденное, сможете обсудить предстоящие матчи и найти единомышленников, не знаю, пообщаться с ними. Вот, в паузе, в этой паузе между картами, вашему вниманию будет предлагаться интервью с игроком команды Pain Gaming. Ну а мы ненадолго прощаемся. Спасибо.